Добрый день, дорогие друзья, хейтеры, те, кто поддерживает проект и те, кто его критикует. Сегодня я хотел бы поговорить или же рассказать о некоторых моментах, которые произошли в последнее время. И начну с некоторых тестов, которые мы сделали. Но прежде чем говорить о тестах, я просто отвечу на некоторые критические замечания по поводу того, что асинхронные моторы никуда не годятся. Но посмотрим теперь сюда. Есть таблица данных для моторов. И эти данные публикуются везде, вы можете посмотреть. Мы обратимся к самым низким КПД асинхронных моторов. Это ИЕ первого класса. Как мы видим, при увеличении мощности мотора растет КПД. Мы наблюдаем здесь. Например, возьмем габарит 112, мощность 7,5 кВт. Мы видим, что минимальный КПД лежит при 86,7%. Мы обращаем внимание на 3000 оборотов. Потому что если мы сравниваем вообще тяговые моторы и промышленные, мы будем обращать внимание именно на 3000 оборотов. Потому что практически это стандарт, который выдерживают производители. 3000 оборотов для промышленных это двухполюсные моторы. И будем смотреть на эти КПД. Так что при 3000 оборотах КПД промышленного мотора, я замечу, промышленного мотора на 50 Гц без управления, без всякой поддержки по управлению, ни по моменту, ни по току, находится выше 86%. Если мы возьмем мотор 3 кВт, то такой мотор лежит в пределах не менее 82%. О чем это говорит? Что если мы берем, и это очень легко доказывается, любое управление контроллером повышает КПД минимум на 5%. Минимум. Если вы не верите, можете сами убедиться, можете посмотреть все материалы. И сравнивать именно по габаритам мотор, по его оригинальной мощности. И вот здесь второй вопрос напрашивается, или же ответ. Если кто-то смог настроить контроллер так, что его КПД ниже, чем оригинального мотора, то можно просто отбить руки тому настройщику, кто работает с контроллером. Или же выбросить контроллер. Да, возможно, что-то не в палатке контроллера, что-то какие-то проблемы, где-то в проводке, подсоединении. Но если мотор и контроллер работают нормально, нет никаких замыканий, нет перемыканий контактов, нет перемыканий между фазами, то КПД не может быть ниже промышленного КПД на 50 Гц. Как я сказал, КПД повышается с помощью или с использованием управления контроллером. И это известный факт. Теперь перейдем к дальнейшим моментам. Мы провели тест, уже второй тест, габарита 100, 8-полюсного. Мы теперь взяли 1,1 кВт мощности. И посмотрим, что мы получили. Мы также, как я и сообщал, довели заполнение паза на 1,5 кВт моторе, который использовался с инвертором, затем на 200 Гц. Сейчас заполнение подняли с 30 мм до 32 мм, как стандартного мотора, и получили КПД выше на 1,15%. Что это обозначает? Все говорят, что да, можно поднять КПД с помощью заполнения меди в пазы. Вот это то, что реально повышает КПД. Мы заполнили медь до его номинала, то есть сколько должно быть, это 50% заполнения паза, и получили КПД выше, чем был прошлый тест. Затем на 50 Гц мы проверили перегрузочные способности мотора. При 1,8 кВт КПД составил 77%, при 2 кВт – 75,8. Затем при 2,5 кВт КПД мотора составил 70,7%. 2,7 кВт КПД 65,8. И максимальная возможность, которую позволил частотник 2,85 кВт КПД составил 58,35%. А теперь перейдем к тесту мотора 1,1 кВт. Вначале мы подобрали номинальное напряжение, на которое был перемотан данный мотор. И это напряжение составило 73 вольта. Затем и провелись тесты с этим напряжением на нагрузку 1,1 кВт, и затем на полную перегрузку мотора. Максимальный КПД мотора составил 79,73%. При номинальной нагрузке 79% КПД мотора. И при перегрузке мотора при 1300 ватт мы получили 77,45%. Затем при 1500 ватт 75,34. При перегрузке 1850 получили 66% и максимальная перегрузка 1972 ватта и КПД чуть меньше 60%. Ну а теперь посмотрим сам график этого теста. Как мы видим, что КПД, начиная с номинальной мощности 1,1 кВт, немного падает. И падает до 60%, но уже при двухкратном практически перегрузе. И оставляя КПД 60% при таком перегрузе. А теперь перейдем к тесту мотора с инвертором, точнее с частотником, для повышения частоты 200 Гц. Частотник, точно так же как и мотор, имеет свой номинал, имеет свои самые максимальные КПД и допуски отклонения при недогрузе и перегрузе. Как мы обратим внимание, что полка КПД на частотниках точно так же зависит от нагрузки. И в недогруженном состоянии КПД намного ниже, чем в номинале. Это одинаково, как и для всех моторов, поэтому здесь нужно обращать внимание. Поэтому вот этот момент, что мы тестировали мотор, и у нас при 200 Гц мотор при перегрузке, когда мы прошлый мотор тестировали 7,5 кВт, у нас КПД оставался практически линейно. Но если мы учтем, что мотор 7,5 кВт, и мы начинали повышать мощность, а инвертор у нас 11 кВт. То есть номинальная мощность инвертора 11 кВт, и 7,5 – это всего лишь 68% от нагрузки. И плавно повышая нагрузку, мы выходили ближе к номинальному значению самого частотника. И при подходе к 10 кВт мы уже достигали практически его максимального значения КПД, то есть эти 95% КПД. Соответственно, мотор 5,5 кВт имеет всего лишь 50% от мощности частотника. Поэтому, когда мы смотрим сейчас тест, учитываем, пожалуйста, эти данные, чтобы сопоставить. Поэтому нам необходимы будут тесты, когда моторы и инверторы придут в Собольмаш. Затем будет проведен полнейший тест, и тест определит также КПД инверторов. И в дальнейшем будет также подбор необходимых инверторов, которые будут использоваться в дальнейшем с этими моторами для дальнейшего серийного производства. И также на заказ. Потому что, если брать для мотора 5,5 кВт, мы будем использовать инвертор 5,5 кВт. А для мотора 7,5 кВт, будем использовать 7,5 кВт. Как вы поняли, у инвертора также есть возможности перегрузки. Но номинал должен быть именно подобран именно для мощности мотора. Поэтому смотрим сейчас тест, учитывая эти моменты. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...